Ситуация 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 В результате минирования радикалами подъезда к своим блокпостам за последние дни были подорваны несколько военных грузовых автомобилей, перевозившихся из состава вооруженных сил Украины. Последний случай произошел вчера на Мариупольском направлении, где автомобиль «Урал» взорвался на такой мине, рядом с блокпостом блокадников. В результате чего, двое военнослужащих погибли, девять получили ранения. Этот и другие случаи по-прежнему скрываются военным руководством Украины от общественности. По информации от Министерства обороны Украины, в период с 1 по 12 марта этого года потери вооруженных сил Украины составили 8 человек убитыми и 87 ранеными. По данным, полученным из украинских СМИ и социальных сетей военнослужащих вооруженных сил Украины, за этот же период потери составили не менее 27 человек убитыми и 96 человек получили ранения. Таким образом, украинское военно-политическое руководство продолжает дезинформировать общественность, обвиняя в людских потерях вооруженные силы ДНР, вместо того, чтобы признать их реальные причины. Политический беспредел власти и внутренние противоречия между вооруженных сил Украины и националистическими подразделениями привели к новому витку скрытой гражданской войны в Украине. Продолжение следует...